Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из беседы 4 на Евангелие Святаго Апостола Иоанна Богослова, Иоанн Златоуст, о гневе. Если кто стерпит обиду от кого-нибудь, пусть не вечно гневается, а лучше пусть не гневается и временно. Ибо Апостол не позволяет нам продолжать гнева более одного дня. Солнце, говорит он, да не зайдет во гневе вашем. В послании к Ефесянам 4.26 И справедливо, ибо надобно желать, чтобы и в такое короткое время не случилось ничего неприятного. А если еще и ночь застигнет нас во гневе, то дело будет для нас еще хуже. Потому что от одного воспоминания о нем возродится в нас безмерный огонь, и мы на свободе с большим огорчением для себя будем размышлять о нем. Поэтому-то прежде не жалеть погибели нашей настанет покой ночи, и мы вожжем в себе сильнейший огонь апостол и повелевая предупреждать и отвращать опасность. Ибо страсть гнева сильна, сильнее всякого пламени. Потому и нужно с большой поспешностью предупреждать силу огня и не допускать его до воспламенения. Болезнь это бывает причиной многих зол. Она не спровергает целые дома, разрывает давнее содружество, короткое и скорое время производит самые неутешительные случаи. У стремления ярости его сказано падение ему. Сирахов 1.22 Итак, не оставим этого зверя без обуздания, но набросим на него со всех сторон крепкую зду, страх будущего суда. Если тебя оскорбит друг или огорчит кто-нибудь из ближних, помысли тогда о согрешениях своих против Бога и о том, что своей крутостью в отношении к ним ты умилостивишь для себя более. И тот, будущий суд, сказано, простите и простится вам, Лука 6.37 И гнев тотчас отбежит от тебя. При этом обрати внимание также и на то, когда ты, быв приведен в ярость, удерживал себя и когда был увлечен страстью. Сравни то и другое время. Получишь я отсюда значительное исправление. Скажи, пожалуй, когда ты хвалишь себя, тогда ли, когда был побежден гневом или тогда, когда победил. И тогда ли именно, когда побеждены, мы и наиболее обвиняем себя и стыдимся, хотя бы и никто нас не обличал, и приходим к раскаянию в своих словах и делах. А когда преодолеваем гнев, не торжествуем ли тогда и не хвалимся ли как победители? Ибо победа над гневом состоит не в том, чтобы воздавать за обиду тем же. Это не победа, а совершенное поражение. Но в том, чтобы скротостью переносить оскорбления и поношения. Не делать, а терпеть зло. Вот истинное преимущество. И так не говори во гневом. Вот и я восстану. Вот и я нападу на него. Не сопротивляйся и тем, которые убеждают тебя укротить гнев. Не говори им. Не потерплю, чтобы такой-то насмехался надо мною. Да он и никогда не насмеется на тобою, разве когда ты сам на него вооружишься. А если он и тогда посмеется на тобою, то разве только в безумии сделает это? Ты же, побеждая, не ищи славу у безумных. Ну, признавай достаточным для себя иметь славу у людей разумных. Ну, до чего я вожу тебя на малое и ничтожное зрелище, составленное из людей. Возви тотчас к Богу, и Он тебя восхвалит. А тому, кто от Него прославляется, не должно искать чести от людей. Ибо честь людская нередко находится в зависимости и от приязни людей, и от вражды, и во всяком случае не приносит никакой пользы. Напротив, суд Божий, чужо такого нестроения, приносит прославляемому от Бога великую пользу. Итак, к этой-то славе и будем стремиться. Хочешь ли узнать, какое великое зло гнев? Стань на площади, когда там ссорятся другие. В себе самом тебе нельзя так видеть это безобразие, потому что разум во гневе помрачается, и сознание теряется, как у пьяных. Но когда ты очистишься от этой страсти, тогда наблюдай в других себя самого, так как в это время у тебя рассудок не поврежден. Итак, вот смотри на окружающую тебя толпу, а среди нее на бесчинствующих раздражений людей, подобно беснующимся. Когда ярость, возгоревшись в груди, восстанет и ожесточится, тогда огнем дышат уста, огонь испускает глаза, все лицо сдувается, руки бесчинно тянутся, смешно прыгают ноги и наскакивают на удерживающих. Ничем не отличаются раздраженные от сумасшедших. Все дело без сознания, даже не отличаются от диких ослов, когда бьют и кусают друг друга. Поистине безобразен человек раздраженный. Потом, когда после этого столь смешного зрелища они возвратятся домой и придут в себя самих, то возымает еще большую скорбь и страх, представляя себе, кто присутствовал при их ссоре. Как безумные, прежде не видя присутствующих, потом, когда приходят в сознание, рассуждают, друзья ли были зрителями их, или враги и неприятели. Ибо равны боятся они тех и других. Первый, потому что они будут укорять их и увеличивать стыд, а второй, потому что они будут радоваться о их посрамлении. А если им случилось еще нанести друг другу раны, тогда чайший бывает страх, чтобы не случилось чего-нибудь еще хуже с раненым, чтобы, например, болезнь от раны не принесла ему смерти, или чтобы поднявшаяся неисцелимая опухоль не подвергла его жизнь опасности. И что за надобность была мне ссориться? Что за брани ссоры? Пропадай не совсем. И вот они проклинают все те случайные обстоятельства, которые служили поводом к ссоре. А глупейшие из них обвиняют в происшествии лукавых демонов и злой час. Но не от злого часа это происходит, потому что и не бывает никогда злого часа. И не от демонов это происходит, а от злобы самых увлеченных гневов. Они-то сами и демона привлекают, и всякое зло на себя наводят. Но сердце скажет кто-нибудь от оскорблений возмущается и терзается. Знаю это и я. Потому-то и превозношу тех, которые укорочают этого ужасного зверя. Ибо если желаем, то можем отразить от себя эту я страсть. Почему не подвергаемся этой страсти, когда укоряют нас начальствующие? Не потому ли, что в нас возникает страх, равносильный этой страсти, который поражает нас и не допускает даже зародиться у нас гневу? Почему и рабы, получая от нас тысячу коризм, все это переносят в молчании? Не потому ли, что и на них належат те же узы? Так и ты, по мысли о страхе Божием, о том, что сам Бог тогда уничижит тебя, повелевая тебе молчать. И ты все будешь переносить кротко. Скажи нападающему на тебя, что я могу тебе сделать? Некто иной удерживает мою руку и язык мой. И эта мысль побудет и тебя, и его к благоразумию. Иногда из-за людей мы терпим даже несносные обиды и говорим оскорбителям нашим. Не ты, а такой-то оскорбил меня. К Богу ли? Не будем иметь даже и такого благоговения. Какое же будет для нас оправдание? Итак, скажем нашей душе. Бог нас уничижает ныне. Бог, удерживающий наши руки. Не будем же храбриться, и да не будет для нас Бог менее людей досточтим. Вы ужасаетесь этих слов. Но я желаю, чтобы вы страшились не слов только, но и дел. Ибо Бог повелел нам не только терпеть, когда нас заушают, но и быть готовыми переносить что-нибудь и хуже этого. А мы, напротив, с таким усилием сопротивляемся, что не только не бываем готовы на злострадания, но и стараемся отомщать за себя, и часто даже первыми поднимаем неправедные руки. Считаем себя униженными, если не воздадим тем же. Странно, что мы считаем себя победителями тогда, как терпим крайнее поражение и бываем повержены долгу. Получая бесчисленные удары дьявола, думаем, что мы его преодолеваем. Итак, познаем, прошу вас, этот род победы, и будем побеждать таким образом. Ибо зло страдать значит быть увенчанным. Если мы хотим быть прославлены от Бога, будем соблюдать не обычаи мирских подвигов, а законы, данные от Бога для подвигов духовных, будем все переносить с долготерпением. Таким образом, мы победим и припирающихся с нами, и все, что есть в мире всем, и обетованной благополучием, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым, Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.